Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Эдлибе. Невыполнение взятых обязательств, регулярные поставки военной техники и стройматериалов, а также поддержка боевиков, политолог Владимир Шиповалов объяснил Федеральному агентству новостей, почему за декларируемым Анкарей-перемирием скрываются планы на агрессию в Эдлибе. Официальные представители Министерства обороны Турции сообщили о сокращении числа военных операций с участием своих военнослужащих на территории Сирии. Причиной снижения активности вооруженных сил Турции заявлена угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как замечают представители турецкого Минобороны, чтобы снизить риски заражения своих военнослужащих, им необходимо сократить количество перемещений и вести практику дезинфекции военной техники. Однако, несмотря на заявления Анкары, количество конвоев, проходящих через погранпереход Кафр-Лусин на северо-западе Сирии не уменьшилось. Они все также регулярно движутся с турецкой стороны по направлению к наблюдательным пунктам турок в провинции Эдлиб. Так, сегодня утром сообщалось об очередном конвое Турции, который перешел упомянутый погранпереход. Помимо военной техники, он включал в себя грузовики с водой, логическим оборудованием и стройматериалами. Очевидно, что отказываться от своих амбициозных планов удерживать северо-запад Сирии никто в Анкаре не собирается. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов в беседе с ФАН объяснил, почему заявленное сокращение активности турок в Сирии не соблюдается. Трудное положение. По словам собеседника ФАН, Турция сейчас оказалась в сложной ситуации, ведь весь мир выступает за прекращение не просто военных конфликтов, но даже каких-то действий военного характера. Такие призывы можно услышать, как от международных организаций вроде ООН, так и от ответственных стран. Все понимают, что военные действия в условиях пандемии коронавируса COVID-19 чреваты масштабным бедствием и настоящей катастрофой, ведь они препятствуют борьбе с вирусом. В этих условиях миру нужно объединиться и прекратить выяснение отношений при помощи оружия. Своим заявлением Турция демонстрирует приверженность этому принципу. Но только декларативно. Анкара подчиняется общей тенденции и риторике лишь на словах. Мы видим, что Турция не собирается выполнять взятые на себя обязательства, поскольку стремится использовать ситуацию с пандемией для решения своих задач, в том числе в Сирии. Это двуличная, неискренняя политика, замечает Владимир Шаповалов. Напряженность на юге Идлиба. Особое внимание заслуживает активность военнослужащих Турции на юге от трассы М4 Латакии, Алепа, которая согласно московским соглашениям от 5 марта должна стать центром коридора безопасности. Накануне местные жители зафиксировали турецкий конвой в районе хребта Джебель-Эс-Завия, который содержал большое количество бетонных блоков. По словам Владимира Шаповалова, поставляемые Турцией стройматериалы могут быть использованы протурецкими вооруженными боевиками для создания укреплений. Естественно, это стройматериалы для создания мощных оборонительных укреплений, которые позволят не только взять под контроль трассу М4, но и территории, прилегающие южнее ее. Это очень серьезная проблема, поскольку эта зона была ранее очищена от вооруженных боевиков, но в настоящий момент Турция попустительствует тому, чтобы радикальные формирования вновь захватывали эти земли. Все это делается вопреки московским соглашениям. Ни патрулирования по трассе, ни демилитаризации зоны вокруг М4 не происходит, говорит политолог. Агрессивная стратегия. Заявление о снижении активности военнослужащих Турции в Сирии, с учетом намерений Анкары в Идлибе, следует рассматривать как возможность сознательно дать возможность боевикам нарушать договоренности, провоцируя развитие конфликта на северо-западе страны. Турция умышленно развязывает руки боевикам. Вне всякого сомнения, отказ Турции проводить операции, дает больше свободы вооруженным группировкам в организации провокаций. Фактически здесь создает вакуум силы и возможность для боевиков действовать безнаказанно и без оглядки на Турцию, которая и раньше то не выполняла свои обязательства, а теперь и вовсе самоустраняется от них, заключает Владимир Шиповалов. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.